Два барса там, допустим, вот мы здесь шли и нашли, вот даже вот помёт барса я заснял. Евгений Катулевский – глава Чуйбишкекского общества охотников и рыболовов. Он против запрета на отстрел животных. В кабинете у него много чучел. Трофей охотников этого объединения, поясняет он. В Кыргызстане 52 охотничьих хозяйства, которые предоставляют угодия любителям пострелять животных. За каждым закреплена определённая территория, и берут они её у государства в аренду. Нормальный охотник, никогда он не схватит и не побежит, не обдуманно, куда это уже браканили. А браканиру какая разница? Есть моратория, нет моратория. Он знать не будет, что вы даже его сделали, даже сделают. Он живёт по своей жизни. Ему надо что-то, он взял ружье, да пошёл в горы. Поэтому эта моратория ничего не остановит, только усугубит. Потому что потеряется вся охрана. У государств всё-таки всё равно забот мало. Государство обращает внимание на природу. Всё равно мало. 10 сомов стоит перепёлка, козерог – 10 тысяч, косули и кабан – 15 тысяч сомов. Количество квот на отстрел зависит от количества животных на территории охотничьего хозяйства. По республике Турфирм, которые организовывают досуг иностранцев, всего 42. А значит, охота остаётся прибыльным бизнесом. Для иностранцев охота на дикого зверя – это развлечение не хуже тира, но за большие деньги. Например, за отстрел одного барана Марка Пола они готовы платить 700 тысяч сомов. Это не считая проживания и прочий сервис. Отметим, в Кыргызстане в год разрешено отстреливать 70 голов этого вида. Преподаватель, историк по образованию Элири Бетикчи ратует за запрет на отстрел животных. Говорит, что надо их спасти. Удивляет его то, что многие депутаты, которые были инициаторами закона проекта, проголосовали против своей же инициативы. И, как считает Элири Бетикчи, электронная петиция, созданная им и ещё несколькими активистами, поможет в сложившейся ситуации. Главное, чтобы граждане поддержали. По регламенту мы можем только через 6 месяцев поднять этот законопроект вновь и вновь поставить на голосование. И мы решили, что было бы неплохо, если бы этот законопроект поддержали люди. И за эти 6 месяцев мы планируем минимум 10 тысяч голосов собрать. 10 тысяч голосов – цель непростая, но вполне выполнимая, считает он. За их спиной недавний успех. Эта же команда поднимала вопрос добычи урана. Их мнение после в провидерсе было тоже учтено. Что же касается этой инициативы, за неделю на кнопку подписать петицию на жаре чуть более полутора тысяч человек. Анастасия Соболева, Турган Ниязов, НТС. Продолжение следует...